Всем привет и добро пожаловать на наш канал шведские зарисовки. Сегодня я хочу вам рассказать о такой теме как волонтерство. Сейчас эта тема особенно популярна во всей Европе, но и конечно же в Швеции, где я живу и работаю. Хочется поделиться информацией, которая мне известна, чтобы вы узнали поближе, как волонтеры помогают беженцам решать проблемы на новом месте. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь вместе с нами и продолжайте смотреть это видео. Сегодня суббота и волонтеры добровольной организации Мальма Хелпс приехали к зданию транзитного жилья для беженцев, чтобы распределить гуманитарную помощь. Они долго создавали необходимую инфраструктуру. Кто-то жертвовал деньги, кто-то стал приносить вещи, а кто-то помогал жильем. И как говорят сами волонтеры, то на сегодняшний день они стали не просто службой гуманитарной помощи, но и психологическим центром, поскольку стараются всех успокоить. Ведь люди страшно переживают за все происходящее, и им важно, чтобы их выслушали. Это у нас попечает семья, они живут вообще в городе Варберг, это, кто знает, 200 километров нам отсюда. И вот они делают там энсамблинг, это сбор одежды теплой на сегодняшний момент, и приезжают к нам по субботу, не каждую субботу. Вот сейчас, видите, мы разгружаемся и вот раздаем всем людям все, что они привезли из Варберга сегодня. Давай один, давай. Мы сейчас едем с вами на кружки, которые проводит Мальмо Хелпс вместе с организацией АБФ для украинских переселенцев. То есть начали мы сотрудничать в сентябре прошлого года, то есть очень много украинцев. Сначала они приезжают в миграционную службу, а потом они уже позаселяются, и те, кто остаются в Мальмо, либо в других локациях, у них есть потребность общаться, развивать творчество детей. И вот как раз наши кружки, они помогают им встречаться, это кружки только для украинских семей. И у нас очень-очень талантливые наши мастера из Украины, из различных городов, из Киева, из Днепра, и вот они проводят эти кружки и для детишек, и для взрослых. И сегодня мы как раз посмотрим, что происходит в действительности, и как они проводят свой досуг по спотам. Сейчас мы находимся в помещении АБФ. Это старейшая организация в Швеции, занимающаяся народным творчеством и образованием. В сентябре 2022 года организация «Мальмо Хелф» совместно с АБФ получила государственный гарант на презентацию украинской культуры в Швеции. И уже в октябре этого года были запущены кружки рисования, пения, танцев в Мальмо и Люмо. Сейчас мы зашли в группу для самых маленьких, которую ведет преподаватель Лина Муранова. Она не только учит детей рисовать, но и старается приобщить их к миру искусства. Сегодня она рассказывает деткам об одной из самых самобытных художниц Украины – Марии Примаченко. Жанг, в котором она рисовала, называют наивным. И сегодня детки рисуют кошечку. Ну а если ребенок обожает домашних животных, то этот урок рисования обязательно ему понравится. Котик, кумурчику, біла-біла спинка. Котик, кумурчику, білий, як снежинка. Котика, кумурчика, почутливо любить. Котик, кумурчику, кто ж тебя не любит. Ну а теперь давайте заглянем в комнату, где детки занимаются танцами. Обычно возрастная граница начинается с трех лет. И до пяти лет эти занятия чаще всего носят подготовительный характер. Или же называются творческими кружками. Всем привет! Я Ангелина. Я финалистка национального выбора на украинские евробачения. Дорослая за дитячих. Виклинаю у диток танців. До мука. Дорослая за дитя. Дорослая – Дорослая – Дорослая за дитя. Дети, кто идет на рисование, а кто на пение? Всем привет, мы Мальма Хелпс, я Настя, я Маша, я Настя. Наши волонтеры пришли к миграционному центру в первые дни войны, и мы до сих пор стоим там. В нашей группе в фейсбуке свыше 4000 человек, люди там обмениваются информацией и просят помощи. На сегодняшний день у нас 50 волонтеров, те, кто жили здесь до войны, и те, кто приехали к нам. Например, вот Марина у нас приехала в марте из Харькова и пришла к нам помогать. Чем занимаются наши волонтеры? Одна часть волонтеров стоит у миграционного центра в любую погоду и помогает гуманитарной помощью. Другие волонтеры занимаются творчеством, рисуют с детьми, с взрослыми, поют и танцуют. Ну а сейчас мы находимся на уроке рисования для взрослых. В последние месяцы многим из них стало жизненной необходимостью чем-то себя занять. И вдруг появилась такая прекрасная возможность, как выразить себя на бумаге. Многие из них даже не могли представить, что рисование их так увлечет. Связываете с одной стороны, ближе к краю, к одному. И сейчас я вам покажу дальше. Вы делаете такую юбочку из него сейчас. Да, гарно. Как бы растопыренную. И растопыриваете. Да, 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 да. И дальше вы им уже работаете вместо кисточки. Ну все, держись. Вы поняли, да? Связь, я. Вот. Там у нас калипырить. Есть? Получилось? Так. Просто вы понимаете, что варианты. Нет, не может быть. С деревьями такой же эффект. Те деревья, которые к вам ближе, они на листе как бы растут ниже. Вот отсюда я буду рисовать ствол дерева, который ко мне ближе. А отсюда я буду рисовать ствол дерева, который от меня дальше. Они на самом деле одной высоты. Но только это кажется меньше. Не обязательно зигзаг, можете ровными линиями, это вообще неважно. Все равно мы дальше будем кисточкой работать. Листву на дорогу, на деревья. Нет, наоборот. Хорошо, когда оно смешивается. Потому что монотомические детали, и без них, то есть, у вас может получиться не один же, а совсем какой-то другой. Вот мы делали пингвинов, у кого-то это были пингвины, у кого-то это были большие, толстые снегири. Это же много в интернете, я не знаю, где именно, но здесь окном. Буквально опять-таки сюда, здесь профессионально все, называется Дэнс. На этом моя волонтерская часть дня закончилась. Спасибо всем, кто провел со мной этот насыщенный день. Спасибо всем моим любимым волонтерам, которые в нем поучаствовали. И спасибо за все, что вы делаете. Ваша помощь – это бесценный вклад и, безусловно, мощная поддержка. Не могу не отметить, и это очень важно, что такой непростой, кропотливой деятельностью занимаются молодые люди. Берегите себя, и пусть ваш труд приносит вам удовлетворение и радость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!